Музыка Приближается Новый год, пора делать игрушки, пора дарить подарки. И сегодня мы будем делать вот такую вот игрушку новогоднюю в виде подвески. Для этого нам понадобится картонная заготовка из плотного картона, кружево, кусочек кружева, джутовый шнур, клей, которым мы будем приклеивать наше кружево, бусины и стразы, акриловые краски. Кисточки и ножницы. Еще нам понадобится тесьма для того, чтобы сделать петельку на подвеске и клей для приклеивания страз и бусин. Сейчас мы будем наклеивать кружево на нашу картонную заготовку. Когда клей подсохнет, кончики кружева можно будет легко подрезать. Клеем можно не жалеть. Когда он высохнет, он станет бесцветным и не помешает нашему кружеву. После того, как наш клей высох, кружево приклеилось, мы будем покрывать заготовку черной акриловой краской. Покрываем тщательно, краску не жалеем, чтобы не было ни прокрасов. Покрыли кружево черной краской, оставляем для просушки. Заготовку мы покрасили с двух сторон, с лицевой, где приклеено кружево, и с изнаночной. Сейчас нам нужно будет выделить наше кружево. Для этого потребуется белая акриловая краска и жесткая кисть. Мы берем на кисть совсем чуть-чуть белой акриловой краски. Излишки убираем и наносим на заготовку, выделяя ребрышки кружева. Вот такими легкими движениями. И оставляем заготовку просушиться. Вот такая получилась заготовочка, уже совсем другого вида. Далее нам понадобится джутовый шнур. Его можно приобрести в любом хозяйственном магазине. Из него мы будем делать украшение, которое у нас будет располагаться на нашей заготовке. Для этого мы берем шнур, завязываем узелочек, кончик отрезаем. Сейчас нам понадобится еще и клей. Клей должен быть прозрачным, лучше, если он будет гелеобразным, с ним легче работать. Можно взять и горячий клей, пистолет. Но мне нравится работать больше с клеем, который вот такой гелеобразный. Будем делать цветочки. Для этого джутовый шнур сворачиваем вот такими кольцами. И склеиваем капелькой клея. Клея тоже берем немножечко, совсем капельку. И сворачиваем вот такой улиточкой. Прижимая пальцами. Еще клей. И следующий виток. Таких улиточек нам понадобится несколько штук, чтобы красиво расположить на нашей заготовке. Примеряем по размеру заготовки. Смотрим, достаточно ли. Можно еще покрутить. Отрезаем. Фиксируем кончик шнура. Также клеем. Чтобы он у нас не распустился. Такая получилась розочка, которую мы в дальнейшем приклеим на заготовку. Вот такие украшения получились, которые мы будем сверху приклеивать на заготовку с кружевом. Сначала расположим их так, чтобы они смотрелись красиво, гармонично. Примеряем. Чтобы они были более объемными. Мы сделали одни розочки побольше по размеру, другие поменьше. Я думаю, что так будет красиво. Берем клей. Тот же самый прозрачный гель. И приклеиваем наши заготовки. Так, как мы их расположили. Чтобы было красиво. Вот. Уже держится. Здесь можно клей не жалеть, потому что он прозрачный, и при высыхании его тоже не будет заметно. Мне очень нравится работать с кружевом. И сочетать его, казалось бы, с несочетаемым материалом, с жутовым шнуром. Вот что у нас получилось. Сочетание кружева и жутового шнура. Теперь мы наши розочки покрасим белым акрилом. Также берем сухую кисть, белый акрил, и слегка-слегка покрываем, чтобы тоже чуть-чуть как бы припорошить легким снежком. Такими легкими движениями, в хаотичном порядке, по выступающим частям жутового шнура, проходимся кисточкой с белой краской. После того, как краска подсохнет, мы будем дальше украшать нашу заготовку и делать ее еще более изысканной. Для этого нам потребуются бусины и стразы. Жемчуг и бриллианты. Вот такая россыпь красивая. Стразы мы будем приклеивать в центр наших цветочков. На тот же самый клей. Гель. Вот так. Наши цветы заблестели. Уже совсем другой вид. Но все-таки чего-то не хватает, как мне кажется. Давайте добавим блеска жемчуга. Жемчуг у нас матовый и будет перекликаться с сияющими бриллиантами. Так, набросаем сначала. Посмотрим, где он будет красиво смотреться. Ну, примерно так. Сейчас мы это все зафиксируем клеем. Матовость жемчуга и яркость бриллиантов наших страз сделали игрушку такой изысканной уже. Что нам еще хочется сюда добавить? Может быть, немножко золота? Попробуем. Совсем чуть-чуть слегка подзолотим краешки. Здесь в основном прокрашиваем ребро. И чуть-чуть заходим на кружево легкими движениями. Здесь не обязательно стараться, чтобы были такие уж совсем аккуратные мазки. Наше сердечко почти готово. Кстати, для новогоднего праздника можно вырезать любую заготовку в виде елочки или домика. Мне вот понравилось сердечко, потому что такую игрушку можно подарить кому-то. Кому принадлежит твое сердце? Осталось только сделать петельку для нашего сердечка-подвески. Для этого мы берем подходящую тесьму, отрезаем нужное количество тесьмочки и аккуратно подклеиваем ее с обратной стороны. Использую тот же самый клей. Вот такая получилась у нас игрушка новогодняя в виде сердечка. Подвески блестящие, сверкающие. Можно ее использовать для того, чтобы украсить интерьер дома. Или повесить на елочку. Вот так. Можно любоваться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!